здравствуйте в эфире мысли вслух и я сергей пономарев наверняка каждый из нас был свидетелем а может быть и невольным участником парковочных войн еще совсем недавно интересные цены на новые автомобили и выгодные автокредиты привели к тому что в нашем городе появилось столько машин что стало очевидно когда проектировалась большая часть жилой застройки архангельска на столь большое количество личного транспорта никто не рассчитывал в результате наши дворы стихийно заставлены автомобилями так что ни нормальным газоном ни детским площадкам места в них уже нет а между тем организовать цивилизованную парковку во дворе собственного дома задача несложная власти города упростили эту процедуру для этого необходимо лишь получить согласование в администрации города и у коммунальных служб более того сегодня в архангельске работает общественная организация которая готова помочь автолюбителям не только легально обустроить у себя во дворе парковочные места но и спланировать их так чтобы их появление было не в ущерб зеленым насаждением иными словами воевать за место под солнцем а вернее на газоне вовсе не обязательно было бы желание и инициатива и все получится однако расчетливые горожане под давлением дорожающего топлива техобслуживания страховок и прочих расходов на содержание автомобиля все чаще начинают отказываться от собственной машины альтернатива общественный транспорт кстати он в архангельске чтобы не говорили развит весьма неплохо маршрутная сеть широка время работы тоже а на худой конец нашим услугам такси вот только на этой самой маршрутной сети не все маршруты легальные и в этом между нами говорят тоже ничего нового об этом знают все и водители и пассажиры и гибдд и городские власти и естественно собственники автобусов знают но бездействуют вернее бездействовали до недавнего времени 15 июля вступили в силу изменения в административный кодекс россии соответствии с ними перевозчик в случае отсутствия маршрутной карты договора аренды транспортного средства место для хранения транспорта и так далее будут грозить серьезные штрафы в конечном счете все эти нововведения направлены на одно наведение порядка в структуре общественного транспорта и легализации их дохода согласитесь гораздо спокойнее ехать в чистом и комфортном автобусе маршрут которого зарегистрирован в установленном порядке а каждый пассажир которого застрахован да и бюджету от этого только плюс для новодвинска например этот плюс выливается во вполне приличные 15 миллионов рублей неплохо согласитесь однако как это часто бывает довольны этим нововведением оказались не все в первую очередь обиженными себя почувствовали владельцы автобусов колесящих по нелегальным маршрутам более того они спешно начали придумывать как сделать так чтобы и предусмотренные законом требования обойти и бизнес при этом сохранить так в архангельске появились заказные автобусы липовые билетики и самое интересное предложение просьба в обмен на оплаченный проезд получить билет на выходе из автобуса ну вы поняли чтобы в случае облавы никто не смог придраться все-таки странные мы люди государство пытается сделать так чтобы все сферы нашей жизни были организованными легальными и служили на пользу всем и обществу и бюджету аннет среди нас все-таки находятся те кто ни под каким предлогом не хочет играть по правилам и готов ради этого выдумывать все новые и новые хитрые планы вот только страшно когда такие люди оказываются у руля отрасли в которой каждый за рулем а за его спиной мы с вами до новых встреч берегите себя с вами был сергей пономарев